Вас приветствует Киев. В эфире новости из Украины. В студии Дарья Питсул с последними событиями к этому часу. Регламентный комитет Верховной Рады признал законными и обоснованными все три представления Генпрокуратуры против народного депутата Борислава Розенблата. В частности, ГПУ просит парламент снять неприкосновенность, дать добро на задержание и арест нардепа. Напомню, ранее антикоррупционные органы заявили, что Розенблата и депутаты с фракции «Народный фронт» Максим Поляков требовали взятку в размере 300 тысяч долларов от компании «Нерезидента» за разрешение на добычу янтаря в Украине. На передаче денег 19 июня были задержаны вероятные соучастники. В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение нардепов к уголовной ответственности. Розенблату грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Розенблату грозит до 12 лет. По станице Луганской открывали огонь из легкого оружия. На Мариупольском направлении вчера боевики провели два минометных обстрела средней интенсивности в Широкино и Короткий в Павлополе. Кроме двух вооруженных провокаций в Маренке и Новотроицком, все остальные эпизоды нарушения режима тишины пришлись на участок фронта Павлополь-Широкино. Более 30 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Он отметил, что с 2014 численность войск в Крыму выросла почти в два раза, а количество вооружения почти в пять. Муженко также подчеркнул, что армейскими корпусами на Донбассе командует военный РФ. На нужды этих группировок Кремль ежемесячно поставляет 5 тысяч тонн горючего и 500 тысяч боеприпасов. По мнению начальника Генштаба, все еще остается большая угроза, что Россия развернет полномасштабные боевые действия в Украине. Государственный департамент США назначил специального представителя по Украине, это Курт Волкер, дипломат и специалист по Европе. Ранее работал в Белом доме и занимал пост постоянного представителя США при НАТО. О новом назначении сообщили в Reuters со ссылкой на госпредставителя Госдепартамента Роберта Хэммонда. Курт Волкер будет координировать усилия Госдела по разрешению конфликта, связанного с российской агрессией против Украины, заявил Хэммонд. В Гамбурге открылся саммит «Большой двадцатки». Канцлер ФРГ Ангела Меркель лично встретила участников. На повестке дня, первого дня саммита, две рабочие сессии. Первая посвящена борьбе с терроризмом, вторая – глобальной экономике и климату. Также мировые лидеры обсудят агрессию России в Украине, вопрос Северной Кореи и Ближневосточный кризис. Одно из самых ожидаемых политических событий этого года – встреча президентов США и России. На посту президента США Трамп и Путин лишь общались по телефону. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что во время первой встречи Трамп планирует говорить с Путиным об Украине и Сирии. Встречу лидеров «Большой двадцатки» сопровождают массовые протесты антиглобалистов. Они проходят в Гамбурге уже несколько дней. Полиция города работает в усиленном режиме. В режиме участники акций поджигают машины, бросают дымовые шашки и блокируют дороги. Сегодня вертолет полиции атаковали сигнальной ракетой. Стражи порядком применяли против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Власти объясняют, что вынуждены были прибегнуть жестким мерам, так как манифестанты бросали в полицейских камни бутылки и петарды. По последним данным ранены 160 человек. Задержаны 60 нарушителей правопорядка. Организаторы протестов считают, что политика стран G20 привела к росту социального неравенства и несправедливости во всем мире. Новый законопроект, который предусматривает введение принципов прозрачной приватизации на основе английского права, может быть принят в Верховной Раде Украины уже в сентябре-октябре. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время инвестиционной конференции Dragon Capital. Премьер-министр подчеркнул, что проект закона сформирован в сотрудничестве с международными партнерами. Его принятие позволит начать процесс масштабной приватизации и привлечения в Украину инвестиций. Сейчас в Украине насчитывается 3,5 тысячи государственных предприятий. Большинство из них должны передать частную собственность. Компании, которые имеют стратегические для страны значения, останутся государственными, заверил Гройсман. Обыски в приватбанке прошли в рамках расследования событий, происходивших в декабре 2016 года перед национализацией учреждения. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в Лондоне. Однако комментировать список возможных подозреваемых пока отказался. Ранее в НАБУ сообщили, что обыски связаны с уголовным делом по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка. Также растрат средств приватбанка в особо крупных размерах менеджментом и владельцами финучреждения. В итоге государство понесло убытки в размере 4,5 миллиарда долларов. ГПУ открыло несколько уголовных дел против бывших руководителей и владельцев. Их подозревают в доведении банка до неплатежеспособности. Мурал в поддержку мира в Украине создал японский художник. Миязаки Кенсуки работал вместе с детьми-беженцами, переселенцами. Все вместе в Киеве они изобразили малышей разных национальностей, цветы и сакуру. Это уже третий арт-объект художника в рамках глобального проекта «Сквозь стены». Он создает муралы в разных странах, проводит мастер-классы. С помощью искусства стремится объединить мир. Уже рисовал в Кении, в Восточном Тиморе. На визит в Украину посвятил 25-й годовщине установление дипломатических отношений между странами. Следующий мурал создаст вместе с детьми в Мариуполе. Мурал называется «Солидарность», потому что в его создании принимали участие дети-беженцы, внутренне перемещенные и дети с ограниченными возможностями. Они все живут в Украине, а Украина, как толерантная страна, вбирает в себя людей разных национальностей. Накануне ночи Украина отпраздновала самый мистический праздник года. Ивана Купала. Девушки гадали на суженого, пуская на воду венки. А после захода солнца молодежь прыгала через купальный костер. Об украинских традициях одного из самых древних и загадочных праздников. Смотрите дальше. Купальское бредовое действо начинается после полудня. На берегу пруда устанавливают символы праздника Ивана и Марену. А купальское дерево, сплетенное из веток вербы, несут по деревне. Каждый житель старается прикоснуться к его ветвям, чтобы обрести здоровье на целый год. Ивана Купала – один из самых интересных не только украинских, но и славянских народных праздников. Это время пикового рассвета природы. Все изобилует, растет, расцветает. Солнце находится на самой вершине своего бытия. И наши предки очень ценили это время. В это время девушки и молодые женщины собирают травы и плетут венки. Обязательно важно самой плести, потому что твоя энергетика передается, вся вкладывается в это все. А с заходом солнца каждый обросает свой венок в воду. Если венок поплывет далеко, то девушку ожидается счастливая судьба. Если утонет, ждет несчастья. К какому берегу пристанет венок, оттуда следует и ждать сватов. Там ее судьба. По древнему поверью, парень, поймавший венок девушки, станет ей суженным. Я сплету венок, пейду доброду, пущу на воду. Пейду доброду, пущу на воду. Кто венок спимет, той меня возьмет. Студентки Анна и Ирина также верят в мистическую силу праздника. У нас такая сейчас жизнь, что стоит верить в какие-то чудеса. И если в них верить чисто душой и искренне, то все, что мы верим, то и сбудется. Традиционно на Ивана Купала девушки и парни из разных сел собирались на берегу реки и знакомились. Устраивали массовые гуляния с танцами и прыжками через костер. Парень и девушка держались за руки и прыгали через костер. И если они не разнимали рук, то считалось, что их ждет долгая и счастливая жизнь вместе. А если руки разнимали, то пару ждало расставание. В Национальном музее народной архитектуры и быта Пирогова на Ивана Купала собираются люди со всей Украины. Юлия приехала из небольшого городка Узин в 100 километрах от столицы. Здесь она надеется повстречать свою судьбу. Спать в купальскую ночь нельзя, чтобы не стать добычей нечисти. Поэтому традиционно гуляния с песнями и танцами продолжались до восхода солнца. Татьяна Блинова, Владислав Посудевский, ЮЭТВ. На этом пока все. Больше информации ожидайте уже в следующем выпуске в 19.00. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Следите за новостями с ЮЭТВ. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok